Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Хотелось бы от вас получить комментарий по сегодняшней встрече. Первая игра межсезонья. Как ощущения, как впечатления? Насколько тяжело было войти в тонус? Ну да, скажу, тяжело было два периода. И лед такой вязкий был. Первая игра навсегда, как говорится, комом. Но хорошо, что в конце собрались, забили быстрые голы и привели их к победе. Ну как, все-таки минус три, горели после двух периодов. Какой разговор был в раздевалке, на каком языке? Нет, ну рабочие моменты. Бывает такое, это летний хоккей, первая игра, ничего страшного. Сказали, на что обратить внимание, что подправить. Вот такие моменты рабочие. Ну, как видите, все получилось. Обратили внимание, что нам сказали и выиграли. Я за кадром здесь, здравствуйте. По поводу вашего удаления на Хрипунове, можно сказать, что этот момент, когда вы не успевали, он свидетельствует о том, что пока физически команда далека от идеальных комитетов. То есть пока тяжеловато было вкатываться? Не, ну конечно тяжеловато. Близистую форму к сезону, не к этим играм, а к сезону. Это нормально. Так что рабочие процессы. Фалили, потому что не успевали или что вот в том моменте? Ну, если честно, как бы не было задачи фалить. Я просто хотел, не знаю, сыграть мимо него, проехать там как-то. Не знаю, не получилось. Не получилось, получилось, что удали удаление. Евгений, но вы сегодня играли в первой паре вместе с атакующим защитником Филиппом Ларсеном. Как себя ощущали, как чувствовали? Насколько сложно было найти вот это взаимопонимание с ним? Да, ну мы, в принципе, тренируемся достаточно давно уже с ним. Не знаю, отлично игралось, отличные профессионалы. Своего дела, как бы, одно удовольствие играть. 10% болельщиков на трибунах, каково это, с учетом того, что вот сейчас пандемия коронавируса? Лучше, чем ничего? Нет, ну, безусловно, лучше, но, к сожалению, такая ситуация сложилась в мире. Ну, дай бог, что все наладится и с первых игр будет полный стадион. Сегодня впервые одели свитер другого клуба. Как себя чувствовали с треугольником на груди? Да, нормально. Я уже, в принципе, здесь достаточно долгое время уже идет притезонка. Давно приехал. В этом проблем точно нет. Ну, у вас с командой тренируются, и сегодня играли очень много молодых ребят. Как оцените подрастающую смену? Да, я думаю, они здорово показали себя, забили голы, хорошее движение, молодцы, старались, бились. Видно, что очень огромное желание у них. Я думаю, что у них все впереди, им дадут шанс. Спасибо. Спасибо. У нас больше вопросов нет. Желаем удачи. Спасибо вам. До свидания. Добрый день, вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Дмитрий. Хотел услышать ваши впечатления в первом матче Салават Юлая, хоть предсезонный. Только положительные. Очень приятно оказаться в таком клубе, с такими болельщиками. В первых два периода, конечно, мы не так, как хотели, сыграли. Но в третьем включились в полную и довели дело до конца. Ну, у вас такая интересная пара. В принципе, довольно два возрастных защитника и во второй паре… Ну, у нас на двоих 230 килограмм, так что наша задача охранять воротаря, ворота, не пропускать, забивать. У нас есть кому. Дмитрий, ну как адаптировались Салават Юлая? Все-таки уже какие-то предсезонные сборы позади сегодня, первый товарищеский матч. Как себя чувствуете в городе, вообще в коллективе? Как вас приняли в офис? Ну, Сошникова, Скадекина я знал еще по Атланту. По Атланту… Ну, Лисоца, естественно, белорусы. А Солодухина знал, пересекался. Мы у резинового в Швейцарии были на сборах. И, наверное, все. Против остальных я как бы играл, так что ребята все приняли хорошо. Всеми есть контакт, так что никаких у меня ни с кем не возникает конфликтов или чего-то еще. Рабочий процесс идет. Как бы акцент делается на интенсивность, особенно на льду. И потом идет зал, работа над силой, выносливостью. Вы сказали, что в третьем периоде пришлось включиться на полную? Ну, не включиться, а в плане того, что мы неплохо играли два периода. Просто у нас некоторые вещи не получались. А что конкретно может быть? Это действительно недонастрой первый товарищеский матч. Понятно, что там и у соперников… Первая игра в новом, как бы, обновленном составе. Я не знаю, как это сказать. Кто-то волновался, кто-то боялся что-то делать на льду, что делать на тренировках. И как забили вторую шайбу, этот, как это называется, вкус вот этот вот предбодрил нас вторая шайба. И мы почувствовали, что можем вытащить игру. Дмитрий, ну как работает под руководством Томи Лямса? Какие вот для себя впечатления первые от совместной работы выявили, скажем так? Ну, я вот говорю, что все на льду делается интенсивно. То есть 50-45 минут, но все интенсивно. И везде надо бегать, почти через шикулянду. Везде работать ногами. Везде работать ногами. То есть так, как-то. В основном делается акцент. Потому что современный хоккей сейчас без ног особо никуда не денешься. Ну вот насколько сегодня все-таки вопрос-то выходить именно на игру. Все-таки был тренировочный процесс до этого. Насколько легко дышалось, бежалось? Ну, мне нормально было то есть состояние. Сейчас, конечно, ноги выжаты, как и пустошины. Ну, а так, в принципе, на игру было неплохо. Еще пары, конечно, не хватает там. Где-то передачи точные такого технического насыщения. Я думаю, это придет со временем. Потому что, да, турнира будет. Дома здесь в Уфе и в Казани очень хороший турнир будет. С хорошими соперниками. Спасибо. У нас больше нет вопросов. Желаем удачи. Спасибо большое. Вам тоже удачи.